Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Инфопресс Во избежание неловкости и подарки к Новому году нужно готовить уже сейчас, понимает это и городская администрация. Как пишет газета «Бизнес новости», совет по топониме рекомендовал депутатам вернуть исторические названия еще четырем улицам города Кирова – Дериндяева, Мопроурицкого и Володарского. Как оказалось, кировчане не против всего, что выяснилось в ходе трехмесячного сбора их мнений. Теперь дело осталось за малым – за голосованием по вопросу депутатов. Однако случится это, скорее всего, уже в декабре, так как повестка ближайшего заседания уже расписана. Какой-никакой, а все-таки из этого получится горожанам своеобразный презент к Новому году. Правда, похожий, скорее всего, лишь на обертку от него. Инфопресс На прошлой неделе газета «Мутницкая Вести Плюс» опубликовала маленькую заметку о предсказаниях тибетского ламы про конец света, который рассказал, что 21 декабря на всей земле наступит полная темнота. И, как пишет в своем блоге директор газеты Игорь Ходорев, предсказаний таких в день по тысяче проскакивает. Да и в «Мутницких Вестях» заметка была напечатана на последней полосе в разделе «Отдыхай» среди анекдотов и рекламы. Журналисты рассчитывали, что люди прочтут ее, посмеются и забудут. Но не тут-то было. В городе началась натуральная паника. С прилавков магазинов исчезли сметана, спички, соль, свечи, коробками искупают тушенку, консервы. Даже свадебные свечи и те пропали. И вся эта ситуация расстроила редакцию. Посему Ходорев посоветовал паникерам выглянуть в окно и подумать над тем, какой еще конец света они до сих пор ждут. Инфопресс Никите Юрьевичу журналистика не чужда. Однако, судя по всему, об этом он запамятовал. Как пишет газета «Наш город Кирово-Чепеск», губернатор отчитался в блоге о затонувшем мосте в Каринторф, который теперь уже открыт и действует, так как поводок спал. Между тем, он задается вопросом, покажут ли федеральные каналы, сюжеты о всплывшей мосте, или это уже не новость. Так или иначе, хочется верить, что поговорка о воде, в которую дважды не войдешь, окажется справедлива в отношении моста. Потому как тогда про него уже, скорее всего, будут снимать не новостные сюжеты, а документальный фильм. Инфопресс В своем твиттере депутат Госдумы Владимир Бурматов сообщил, что выступая от фракции ЛДПР, либерал-демократ Роман Худяков, защищая право граждан на оружие, продемонстрировал мини-пистолет. На что представитель САФФИДа от Кировской области Светлана Журова заметила, что ЛДПРовец подставил коллег, и, судя по всему, теперь депутатов без контроля пропускать в Госдуму не будут. Однако, как позже выяснилось, за пистолет депутат выдал обыкновенную флешку. Так что народные избранники, судя по всему, как и прежде, останутся бесконтрольными. Удачи в делах! Это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс